МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу новости Сургут-24. В студии Анастасия Маскаева. Сейчас коротко о главных темах. Директор Департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский покидает пост. В Сургуте ремонтируют внутриквартальные проезды методом укладки холодного асфальта. Технология позволяет залатать ямы и выбоины в течение нескольких минут. И специальный отряд быстрого реагирования празднует 30-летний юбилей. Расскажем в рубрике от первого лица о деятельности подразделения, о том, как проходит отбор и о самых резонансных задержаниях преступников. Глава окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский покинул пост. Отмечу, что политик приехал в Югру в начале 2000-х и работал хирургом в окружной клинической больнице Хантамансийском. После чего стал заместителем главврача и позже руководил больницей. Окружной департамент здравоохранения он возглавил в 2016 году. Как отмечает Алексей Добровольский, в своих соцсетях в его департаменте работала профессиональная команда, которая со смелостью решала порой самые трудные задачи. Так, при руководителе разрешали ситуацию с ковидом, обеспечили первые шаги трансплантологии в округе, запустили в работу новый центр охраны материнства и детства в Сургуте и больницу на 1100 мест в Нижневартовске. А также ускорили доставку пациентов, которые остро нуждаются в лечении в окружные центры высоких технологий. Новый метод. В Сургуте ремонтируют внутриквартальные проезды методом укладки холодного асфальта. Работы выполняются по причине главы города. К инициативе уже подключились управляющие компании Сургутсервис, ДЭС Восточного жилого района и Уют. Применяемая технология в укладке покрытия, которая помогает залатать ямы и выбоины в течение нескольких минут. Благодаря новому способу на объекты ремонта не выходит специальная техника. Работает небольшая группа людей, которая засыпает асфальт, выравнивает его и ждет полного застывания. Как поясняют в мэрии, глобальных проблем с дорожным покрытием это не решит, но поможет устранить ямы, которые мешают движению транспорта. Сама по себе технология холодного асфальта в четыре раза дешевле, чем обычный ремонт. То есть стоимость квадратного метра около полутора тысяч рублей. Причем туда входит все, и работы, и закупка материала. Поэтому я думаю, что это будет хорошим примером для других управляющих компаний, которые могут транслировать этот опыт уже на своих территориях и позволят жителям получить дороги в нормативном состоянии на ближайшее время до капитального ремонта дворов. Таким способом, например, управляющая компания «Сургутсервис» отремонтировала уже 12 придомовых территорий. Одной из них стал проезд возле дома 4-1 по улице Дзержинского. Жители долго ждали, когда данный проезд будет приведен в порядок. Ведь глубокие ямы не давали возможности проехать, а в дождливую погоду там образовывались лужи. Все уже до конца недели восстановят еще 15 территорий. В настоящее время 12 придомовых территорий мы уже сделали, нас закрыли 175 квадратных метров. Планируем в ближайшее время сделать еще порядка 15 придомовых территорий и закрыть 205 квадратных метров. Ремонт занимает буквально 20-30 минут. То есть обрабатываем яму, зарезаем края ямы, обрабатываем битумным праймером. После этого происходит укладка холодного асфальта и виброплитой мы опрессуем. Как отмечают в администрации, мера эта временная. В будущем это и другие придомовые территории могут быть включены в бюджетную программу формирования комфортной городской среды. Для этого в том числе необходимо и участие самих собственников. Их процент софинансирования не превышает 20. Управляющие компании также предоставляют небольшие рассрочки, где сумма данного придержа делится на несколько месяцев. Город сегодня дает возможность проголосовать, решить общим собранием, вступить в программу и отремонтировать двор 100%. При этом стоимость основную 80-90% берет на себя бюджет, а людям оставляют 10% софинансирования. При этом управляющая компания еще дает возможность рассрочки платежа до полугода. Пенсионерам до года дают рассрочку. Это вообще такая программа гениальная, которая позволяет собственникам оперативно быстро отремонтировать свой двор. В Сургуте стартовала экологическая акция по озеленению городом. Так, первые саженцы появились на территории недавно открывшегося отделения «Движения первых». В посадке принял участие также глава города Максим Слепов. Планируется, что за все время проведения работ по озеленению в городе появится больше 500 новых растений. Какие деревья будут украшать город, расскажет Карина Александр. В Сургуте стартовала масштабная акция по озеленению территорий города. Всего для посадки деревьев и кустарников в Сургуте определены 24 локации. Планируется, что за период экологических мероприятий в городе появятся 500 древесных растений, большинство из которых будут хвойные. Первые зеленые насаждения уже высадили на территории отделения «Движения первых» на улице Держинского 6,1. В посадке принял участие в том числе и глава Сургута Максим Слепов. Он отметил, что за последние 10 лет в городе делали акцент на цветущих лиственных деревьях. Однако зимой из-за этого не хватает зелени. В связи с этим принято решение приступить к масштабной программе, где доминировать будут все-таки хвойные деревья, чтобы город оставался в зеленых красках не только летом, но и зимой. По словам градоначальника, это только добавит красоты Сургуту. У нас будет две недели высадки деревьев. Это только начало. Вот вы видите, сейчас мы посадили в основном деревья хвойных пород. Это наше основное сейчас ключевое изменение парадигма. Мы хотим, чтобы город был зеленым в течение всего года, а не только в летний период времени. 9 месяцев у нас зима, поэтому, конечно, надо... Все должно быть гармонично и должно быть достаточно и лиственных, и хвойных деревьев. Как пояснили в лесопарковом хозяйстве, сначала всех хвойные будут укореняться в течение 4-5 лет. И как только дерево плотно укрепится в земле, начнется активный рост в высоту. По сообщению специалистов, ели достигают максимальной высоты через 20-25 лет. Мы надеемся, что ели, которые мы высадили сегодня, мы даже уверены, что через 10-15 лет они уже значительно подрастут и будут радовать горожан. Ну а чтобы это произошло, мы в течение 5 лет будем осуществлять за ними уход. То есть это обязательно оправка после зимы, подкормка, полив регулярный. И только так в наших условиях деревья хорошо приживаются. Высадка хвойных деревьев как раз даст зелень и красоту зимой. Ну и заменит те деревья лиственные, которые больные, либо утратили свои декоративные качества. Ребята, которые приняли участие в посадке деревьев, отмечают, что для них подобные акции – это шанс сохранить природные богатства и в будущем самим смотреть на те растения и деревья, которые они высаживали, будучи учениками школ. Большая важность. Мы свою школу показываем от себя. То есть большая честь для меня присутствовать здесь. Успели дерево посадить, тут сквер целый должен быть, так как новый офис движения первых. Отмечу, что только за несколько дней в городе появилось больше двухсот саженцев. Среди них ель, пихта, сосна, яблоня, сирень и рябина. Увидеть их можно на площади Совета, в проспекте Набережном, на улице Иосифа Каролинского. Аллеи предпринимателей вдоль жилого комплекса «Возрождение», а также у торгового комплекса «Сити-центр». Экологическая акция по озеленению городских локаций продлится до 15 октября. Присоединиться к ней может каждый желающий. За подробной информацией можно обратиться в МКУ «Лесопарковое хозяйство». Карина Александровна, Анастасия Москаева, Данил Панков, Сургут-24. Площадки для игр в футбол, баскетбол, зона с турниками, а также детский комплекс с сеткой. Собственники дома 53 на проспекте Мира в Сургуте вскоре получат новую локацию для активного досуга. Стоимость работы ценили в 7 миллионов рублей. Реновацию уже не современной территории инициировали сами жильцы высотки. Их соседи из многоквартирника номер 55 также разработали проект обновления открытой спортплощадки. Жители 34-го микрорайона для реализации своих целей обратились в ТОС-28. К нам обратился очень активный житель с Мира 53, Шамаров и Мерлан. Он с такой идеей, чтобы оборудовать эту спортивную площадку. Потому что она уже устаревшая, асфальтовое покрытие. Он обратился к нам, мы провели конференцию. На конференции жители проголосовали за эти проекты. Также у нас еще одна площадка в этом году на Мира 55. Там также обратились жители к нам, мы ее тоже утверждали на этой же конференции. И она тоже в этом году будет уже реализована. Также проект по Мира Быстринской 12, дорога у нас. Тоже инициативные жители обратились в ТОС. В 2024-м запланирована реализация 17 проектов в рамках инициативного бюджетирования общей стоимостью более 74 миллионов рублей. На следующий год мэрия Сургута уже поддержала 7 идей горожан, 3 из которых являются следующими этапами инициатив текущего года. Кроме того, одобрено одно предложение сургутян для реализации в 2026-м. Напомню, если задумка по благоустройству городского масштаба, то бюджет на его воплощение не должен превышать 10 миллионов рублей. Если же улучшения касаются отдельной локации, например, двора, то на работу выделят не больше 7 миллионов рублей. Ежемесячно, каждые последние два рабочих дня месяца, инициативные граждане могут внести свой инициативный проект. При этом инициативные граждане, это может быть инициативная группа от трех человек, это может быть ТОС, либо это могут быть юридические лица. Для помощи у нас даже мы привлекаем муниципальное казенное учреждение «Наш город». 28-27-08, телефон, по которому вы можете позвонить, обратиться, вам подскажет, какая форма инициативного проекта, как ее заполнить, какие, может быть, необходимо провести предварительные действия. Единственная в России передвижная выставка трофейной техники НАТО, захваченной бойцами группировки «Центр» в ходе специальной военной операции, покинула Сургут. Экспозицию у Ледового дворца смогли посмотреть выше 103 тысяч жителей и гостей города. Экономическая столица Югры удостоилась чести принимать боевые машины, которые наши военнослужащие перевернули на поле боя. Сила в правде, гордости, победы. Это совместный проект Центрального военного округа, заместителя председателя Совета Федерации России Владимира Якушева, партии «Единая Россия», полпредства ВУРФО и правительств регионов. В финальный день экспозиции состоялся большой концерт, где выступили известные солисты и коллективы не только из нашего муниципалитета, но и Ханты-Мантийска, Пытьяха и Нефтьюганска. Отмечу, что по итогам работы выставки в Сургуте было собрано более 200 килограммов помощи. Огромное спасибо этой площадке, этой выставке, которой тоже похвалюсь, что имеем непосредственное отношение при взаимодействии с Центральным военным округом. Спасибо Владимиру Владимировичу Якушеву, спасибо Андрею Мордвичеву, командующему группировки «Воезд-Центр», вообще за то, что родилась идея этой выставки. И спасибо выставке, что мы смогли привлечь к ней наших горожан. То есть, несмотря на то, что гум-корпус достаточно активную позицию занимает, везде звучит, но многие говорят, да, мы не знали, вот теперь будем приходить, будем помогать. На выставке «Сила в правде. Городости Победы» в Сургуте была расположена палатка гуманитарного добровольческого корпуса. В пространстве волонтеры проводили мастер-классы по оказанию первой помощи, и здесь же было написано более 500 писем солдату. Вместе с тем, возле локации гум-корпуса также был выставлен капот от «Газели», который добровольцы ласково назвали «Желток». Машину, по которой в СУУ открыли огонь, подарили гум-корпус у ребят из Алтайского края. Отечественный автопром успел проработать буквально пару недель, но, говорят добровольцы, благодаря слаженным действиям старшего команды с позывным сервис из Ханты-Мантийска все остались живы. Слово сказать, в настоящее время «Желток» уже практически восстановлен. Взрослые закладывают в становление детей самое главное. В Ленторе состоялся круглый стол на тему «Семья в фокусе. Как сделать ребенка счастливым». Мероприятие, как подчеркнули организаторы, отлично вписывается под эгиду 2024 года, посвященному семье. Как отмечают в администрации Сургутского района, в образовательных учреждениях муниципалитета много проводимых событий, направленных на взаимодействие несовершеннолетних и их родителей. Встречи проходят в разных форматах, как родительские собрания, конференции, советы отцов, так и многое другое. На этот раз круглый стол объединил руководителей учебных организаций, советников-директоров по воспитанию, социальных педагогов и родителей. Школа и семья – это союзники, союзники в воспитании и в становлении личности ребенка. Ведь личность не рождается, а личностью становится. И задача школы и семьи в тандеме, в таком успешном союзе, создать все условия для ребенка, чтобы в дальнейшем это стала успешная личность, которая могла самореализоваться в новых условиях общества. Круглый стол у нас предполагает, скажем так, обмен опытом, успешными практиками в области воспитания с привлечением семьи. В дальнейшем нас ждет презентация школьного театра. На встрече присутствовали и представители духовенства. Они обратили внимание на роль взрослых в формировании правильного мировосприятия у подрастающего поколения. К слову, в этом учебном году образовательные учреждения Сургутского района пополнились новыми кадрами. 25 молодых педагогов стали наставниками юным ученикам муниципалитета. В целом учителей со стажем не более трех лет в школах работает более 6 тысяч специалистов. В первую очередь мы, конечно же, надежды возлагаем на этих молодых педагогов. Они приходят совершенно с новым педением. Они хорошо разбираются в информационных технологиях. Они иногда становятся наставниками в каких-то таких прогрессивных моментах для тех стажистов, которые давно уже работают в наших школах. Поэтому мы всегда их с нетерпением ждем. Они интересны нашим старшеклассникам. Они всегда активно участвуют в различных мероприятиях. Ну и кроме того, в наших школах психолого-педагогические классы в этом году продолжают они функционировать. В минувшие выходные главу отдела миграции МВД по Сургуту Людмилу Карамову задержали за взятки. Кроме нее подарят взяты ее подчиненная Айнура Испердинова и два местных предпринимателя. Их обвиняют в организации канала нелегальной миграции. По данным источника, Карамова контролировала прибытие, убытие и распределение мигрантов, а также облегчало получение гражданства. В этом ей активно помогала Испердинова и два местных бизнесмена. Накануне городской суд избрал меру пресечения всем фигурантам. На время следствия до 2 декабря они будут находиться под домашним арестом. Эпичные кадры погони на Абии публиковала в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк. На них запечатлено, как сотрудники Сургутского линейного отдела задерживали троих подозреваемых в незаконном ловле краснокнижных рыб. Во время патрулирования обе они заметили моторную лодку. Мужчины при виде полицейских попытались скрыться. Однако уйти далеко им не удалось. Во время осмотра у них изъяли сети длиной 440 метров, в которых была обнаружена в том числе рыба ценных пород. Ущерб превысил миллион рублей. Браконьеры, доставленные в полицию, возбуждено уголовное дело. Здравствуйте, граждане. Что вы делаете в данном месте? Отдыхаем. Отдыхаете. Осуществляли ловлю рыбы? Нет. Не осуществляли. Осетр. Предположительно, Осетр Сибирский. Новое место для важных задач. Окружному управлению Федеральной службы исполнения наказаний им передано в пользование здания в Сургуте. Помещение, в котором долгие годы размещалась одна из старейших газет города, теперь будет занимать уголовно-исполнительная инспекция. Оценить новые мощности на официальном открытии смогли заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов и начальник югорского ведомства Владимир Доронежников. Решение о передаче здания УФСИН принималось на окружном уровне. Сотрудники службы весной прошлого года обратились к властям с просьбой выделить место для работы подразделения уголовно-исполнительной системы. Теперь в четырехэтажном здании на улице Маяковского, 12А, будут размещены специалисты, контролирующие исполнение наказаний, не связанных с лишением свободы. Понятие дома, оно очень важно. То есть, когда орган власти, будь то федеральный, региональный, находится в неком разорванном состоянии и нет возможности зачастую, когда один хозяин у объекта, это важно, объект поддерживается в достойном состоянии, все полномочия правильно поделены, у дома должен быть хозяин. В этом случае, я уверен, что это случилось. Для сотрудников оборудовано 46 кабинетов, в том числе зал совещания, архив, комната дактилоскопической регистрации, фотографирование подконтрольных лиц, кабинет психологической разгрузки и работ с личным составом. Кроме здания, в УФСИН появилось и два новых автомобиля «Ниватревел». Их передадут в исправцентры при 11-й колонии Сургута и К-15 в Нижневартовске. С 2023 года исполняется новый вид уголовного наказания. Это принудительная работа. Это наказание, не связанное с лишением свободы. Когда граждане за незначительные правонарушения, деяния находятся у нас под контролем, свободное от работы время находится в исправительном центре, который у нас представлен в Сургуте двумя филиалами исправительных центров. А в течение дня могут свободно передвигаться трудоустроенные и процент доход государства отчисляют по решению суда. Поэтому данные транспортные средства позволят сотрудникам оперативно выполнять служебные обязанности, взаимодействовать с предприятиями и муниципальными органами, в том числе по трудоустройству осужденных. Специальный отряд быстрого реагирования отпраздновал юбилей. Вот уже 30 лет бойцы элитного подразделения борются с организованной преступностью, предотвращают преступления террористической направленности, а также принимают участие в спецоперации. Подробнее о деятельности подразделения, о том, как проходит отбор в отряд и о самых резонансных задержаниях преступников, расскажет командир подразделения СОБРа в нашей рубрике «От первого лица». СОБР Управления Росгвардии по Хантамантийскому округу Югре начинает свою историю с октября 1994 года, когда в структуре подразделения по борьбе с организованной преступностью был сформирован отдел быстрого реагирования с дислокацией в городе Нижневартовске. И с тех пор подразделения в структуре УМВД, Росгвардия продолжает свою деятельность. Первым командиром специального отдела быстрого реагирования был Владимир Анатольевич Сотник. Он стоял у истоков становления подразделения. Задачи СОБР, Росгвардии, они прописаны у нас в федеральном законе 226. Они, в принципе, неизменны с самого основания. Это охрана общественного порядка, обеспечение общественной безопасности, противодействие терроризму и экстремизму, обеспечение в части, касающейся режимов военного положения, ЧИОЧС, и обеспечение режима контртеррористической операции, и территориальная оборона. Противодействие диверсионно-разведственным группам, незаконным вооруженным формированиям. Приграничные подразделения СОБР у нас в Российской Федерации так или иначе сталкиваются с этой задачей. И на сегодняшний день все субъекты Российской Федерации, которые граничат у нас с Украиной, они выполняют эти задачи. Ну, наиболее значимое резонансное, это первое, в 2014 году, в городе Нижневартовске, был захват заложников, семья из четырех человек удерживалась одним из фигурантов. В итоге отряд был поднят по тревоге, выехали на место, адрес был блокирован. В ходе переговорного процесса на квартиру, на адрес зашел командир СОБР и склонил к сдаче преступника. То есть никто не пострадал, все живы-здоровы, в том числе жизнь самого преступника тоже была сохранена. В 2019 году на территории Сургута проводились мероприятия по обезвреживанию подполья экстремистского направления. Задержан был гражданин на территории Сургута с поясом шахида. Это явилось таким резонансом для всего Уральского федерального округа. Тоже провели мероприятие профессионально, технично. Применить взрывное устройство не успело. Критерии неизменны на всем протяжении существования СОБР. Это первоочередное, это отсутствие, конечно, судимости. Служба в армии, наличие, обязательно наличие высшего образования, поскольку у нас офицерское подразделение. Сдача, успешная сдача всех психологических тестов, в том числе тестов по физподготовке. Должная функциональная подготовка сотрудника, это один из основных критериев оценки и возможности служить именно в спецподразделении. После сдачи всех тестов и проверок, кандидат проходит стажировку в течение трех месяцев. Он стажируется, на него смотрят, как он себя ведет. Не только в служебное время, он как себя ведет и в быту, потому что, несмотря ни на что, за пределами службы мы остаемся офицерами СОБР, Росгвардии. На этом выпуск новостей завершен. Спасибо, что были с нами. Впереди еще блок коммерческой информации и прогноз погоды. Больше новостей читайте, смотрите на нашем сайте indefisnews.ru. Увидимся на наших каналах. 30 лет группе Чиж и компания. Большой юбилейный концерт. 9 декабря. Филармония. Не замедляй свой ритм. Сургут 24 и теперь в ВК-видео. Детское радио. Детское радио. Познавательно, развлекательно, увлекательно. Песни, сказки, игры. Детское радио. Для детей и взрослых. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Наверное, если повторять эту фразу чаще, желание однажды сбудется. Но есть способ надежней. Зайдите на сайт tnfond.ru и переведите любую сумму детям, которым нужна помощь. Подробности по телефону в Сургуте 51 11 80. Спасибо вам. Благотворительный фонд «Траектория надежды». Пока козлята играли дома одни, злой волк планировал их съесть. Кто там? Ваша мама. А вдруг это волк? Давайте посмотрим наш умный домофон. Но козлята узнали злодея. Я открою тебе волк. Мы знаем, что это ты. Ваши дети дома в безопасности. Умные домофоны Телеплюс помогают. Хорошо там, где есть Радио Дача.